Предприниматели освободят от налога на прибыль работников в сельскохозяйственной отрасли от службы в армии. Об этих и других законодательных инициативах смотрите в обзорном материале программы. От налога на прибыль освободят предприниматели и организации, деятельность которых связана с присмотром и уходом за детьми. Соответствующий законопроект, носящий изменения в налоговый кодекс, подписал президент Владимир Путин. Эта норма затронет детские сады, дошкольные группы и группы продленного дня в учебных заведениях. Напомним, величина налога на прибыль, который выплачивают все юридические лица, включая ряд иностранных организаций, в настоящее время составляет 20%. 18 из которых идут в региональные бюджеты. Ранее налоговая ставка уже была обнулена для медицинских организаций. Учреждения культуры обяжут проводить предварительную общественную экспертизу спектаклей, фильмов и музейных коллекций. Соответствующий законопроект в ближайшее время планируется внести в Госдуму. Перед публичным показом произведения будет оценивать специально сформированный общественный совет. В случае, если совет решит, что произведение может быть негативно воспринято верующими, театр, музей или кинопрокачек будет обязан предупредить об этом зрителей. Например, соответствующей надписью на афише. Учреждения культуры должны будут собирать свои общественные советы самостоятельно. А вот что касается кино, то комиссию для его оценки предлагают сформировать в Министерство культуры. Авторы законопроекта уверены, что в случае наличия информации о содержании произведения, верующие смогут просто не посещать его просмотр. Молодым людям, работающим в отраслях сельского хозяйства, предлагают давать отсрочку от армии. Такая мера позволит решить проблемы развития кадрового потенциала агропромышленного комплекса. Идея уже получила одобрение в Госдуме. Однако сами аграрии ее не поддерживают. По их мнению, давать отсрочку нужно только тем молодым людям, которые имеют профильное высшее или среднепрофессиональное образование и проживают в сельской местности. Отметим, что наибольшая нехватка кадров в этой отрасли летом. Сейчас ее компенсируют за счет привлечения студентов-агрономов на практику.